Запах острого сыра, зрелого, скажем так, немолодого. Текстура больше кремовая, чем желтая. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал с Дедом за обедом и я, Александр Чернов. Начинаю готовить сыр, появившийся впервые в графстве Ланкашер. Это на северо-западе Англии. Ланкашерский сыр производится традиционным методом. Сыр имеет твердую текстуру с ярким сырным ароматом и созревает от одного месяца до двух лет. Готовлю ланкашерский сыр. Оставайтесь со мной. В состав рецепта входит молоко коровье, пастеризованное, мезотермофильная закваска, живой йогурт, 10% раствор хлорида кальция, неодированная соль, краситель аната и сычужный фермент. В описании под видео даны ингредиенты из расчета на 30 литров коровьего молока. Пастеризацию молока я буду делать при температуре 66 градусов. Греть водяную рубашку с молоком буду двумя способами одновременно. Сначала я проточной водой, горячей, из-под крана, нагреваю водяную рубашку. Смогу ее нагреть примерно до 42-45 градусов, но это в целях экономии электроэнергии. И после этого включу тены. Тены мощности 4,5 киловатта на 220 вольт. Прогреют молоко до нужной мне температуры. После чего так же быстро мне необходимо будет охладить молоко до температуры 32 градусов. С помощью той же проточной воды, проходящей через водяную рубашку, где-то минут за 7 она охладится до нужной мне температуры. И для пастеризации молока буду использовать планетарный механизм, который на этой сыроварне крепится практически мгновенно. Все крепежное оборудование сделано на быстросъемах, поэтому не составит труда быстренько поставить лопатки. Эту длинную лопатку я ставлю сюда, короткую, вот сюда. И затягиваю винтами. Минута, планетарка полностью установлена. Включаю блок управления. Лопатки на вымешивание. Можно пока без реверса включить. И подаю горячую воду в рубашку. Подача горячей воды в рубашку прекращена. И теперь самое время включить на полную мощность тены. В сыроварне 3 тена по 1,5 киловатта. И вот таким механическим способом, безо всяких электронных мозгов, мы можем включать по очередности в любой последовательности тены. Сейчас я включил все три тены. Мощность 4,5 киловатта, поэтому молоко нагреется очень быстро. Температура пастеризации достигнута. 65,5 градусов. Оставляю на этих значениях температуру молоко для пастеризации на 20-30 минут. У меня это будет 20 минут. Пастеризация закончена. Охлаждаю молоко до 32 градусов, запустив холодную воду в рубашку. Если у вас нет сыроварни, вы пастеризуете молоко обычным способом в кастрюле. Самое удобное это опустить кастрюлю с горячим молоком в раковину с холодной водой. Периодически помешивая молоко, оно быстро у вас достигнет нужной температуры. То есть быстро охладится. Пока охлаждается молоко, подготовлю раствор хлорида кальция. У меня 40 литров молока, поэтому я использую 4 баллончика по 10 мл 10% раствора хлорида кальция. Покупаю я его в аптеке с сухим хлоридом кальция. Я не заморачиваюсь. Его нужно отстаивать, процеживать. Для меня это слишком долго. Вот готовый купил и развел с водой. Все это продается в аптеке. Накануне вечером я сделал закваску. Насыпал необходимое количество закваски. У меня Дониско мезотермофильная закваска. В описании напишу название. Видите, она такая густая уже. Прошло примерно 12-14 часов. И обязательно в этом рецепте необходим живой йогурт. На закваске болгарская палочка. Также в этом рецепте я добавляю краситель аната. Не до фанатизма. Для легкого цвета. 25 капель на 40 литров молока. И сразу размешиваю. Анату буду вносить первым. Необходимая температура в 32 градуса достигнута. Перехожу к следующему этапу. Вливаю аната. Вслед за аната закваску. Ее надо размешать, она очень густая. В таком виде она получается, когда готовите ее заранее. После закваски живой йогурт. Снова включаю мешалку. И в конце заливаю хлорид кальция. После минуты перемешивания снимаю лопатки с планетарного устройства. Мне они больше не понадобятся сегодня. И также снимаю планетарный механизм. Вот таким образом. Далее поворачиваю в сторону верхнюю часть сыроварни с мотором. И накрываю молоком стальными крышками сыроварни. 60 минут закваски должны активироваться. При постоянной температуре 32 градуса. Пока закваски активируются, разведу необходимое количество сухого сычужного фермента. У меня фермент экстра отечественного производства. Перемешаю мерной ложкой. Это необходимо делать минимум за 20 минут до внесения сычужного фермента в молоко. Спустя час пришла очередь к ферменту. Молоко аккуратно размешиваю. Вливаю разведенный фермент. И продолжаю мешать еще минуту. Стараться движение делать снизу вверх. Так смешивание фермента с молоком пройдет лучше. Мешаю без фанатизма. Чтобы не возникали воздушные пузыри в молоке. Этой же лопаткой останавливаю движение молока. Далее, для определения точки флокуляции, я использую, как обычно, вот такую полиэтиленовую крышку. И запускаю таймер. Прикрываю крышкой пока с одной стороны. 11 минут прошло. Проверяю точку флокуляции. Видите, перестала крышка плавать. Мультипликатор в этом рецепте четверка. То есть 11 минут. Я умножаю на 4, получается 44 минуты. Это общее время образования колье. Отнимаю от 44 минут. 11, получается 33 минуты. Итого 33 минуты мне осталось до образования сырного колье. Крышка мне больше не нужна. Накрываю второй половинкой. Ждем. Проверяю сгусток на чистое отделение. С помощью ножа. Прекрасно. Можно резать колье на кубики. Делать я это буду при помощи двух сырных лир. Вручную. Вертикальной лирой и горизонтальной. Режу на мелкие кубики. Со стороной примерно 5-7 миллиметров. То есть зерно должно быть мелким. Так, достаточно. Тут еще с краю подрежу потом. Минут 5 зерно дома съесть. После этого аккуратно опускаю лиру. Режу и режу по горизонту. Достаточно. Далее оставляю зерно в покое на 30 минут. Далее в течение последующих 30 минут зерно необходимо вымешивать. Если у вас нет сыроварня, делайте это обычной лопаткой или шумовкой. Я это сделаю с помощью металлической мешалки. Называю ее просто веслом. Мешать буду не быстро. С реверсом. Каждые 10 секунд мешалка будет менять направление. Температура вымешивания 32 градуса. Видите, пока зерно лежало, оно слиплось. И необходимо эти кубики разбить. Где они большие, нужно подрезать их, конечно, ножом. Так симпатично вымешивается зерно. Красиво, правда? Пока зерно купается и сохнет, вкратце расскажу вам о новой сыроварне Мэджио Шеф. Эта модель стала результатом труда Приволжского механического завода. И в ней учтены все недостатки и пожелания пользователей сыроваров. Предусмотрено изменение высоты крепления мешалок. С помощью этих черных винтов вы можете регулировать высоту мешалки и дна сыроварни. Для южных районов России специально предусмотрен вентилятор, охладитель, блок вымешивания. При высоких температурах без воздушного охлаждения мотор сильно нагревается. Двухдюймовый сливной кран никогда не забьется зерном при сливе сыворотки. А гидроаккумулятор будет всегда правильно регулировать давление внутри водяной рубашки. Если вас заинтересовала продукция Приволжского механического завода, добро пожаловать в описании под видео. Там есть полностью вся информация со ссылками на их сайт. По истечении 30 минут прекращаю вымешивание и даю зерно осесть в течение 5 минут. В это время сниму мешалку. Лопаты совершенно чистые, ничего к ней не прилипло. Далее необходимо слить сыворотку до уровня зерна. Для слива я использую сито. Сыворотку пропускаю через него, чтобы удержать зерно. Уровень зерна достигнут. И теперь мне его необходимо переложить. Переложить в сырный мешок. Мешок дренажный. Его будет легко потом вытащить, чтобы подвесить для стекания сыворотки. Как вы видите, блок управления я уже отключил, мешалку убрал, шланги водяные снял. Сейчас освобожу сыроварню и уберу ее на пару дней до следующего сыроварения. Теперь мешок нужно вынуть и подвесить где-то. А я это попробую сделать в самой сыроварне. Как-то его надо подвязать. Висеть ему так минут 30-40-45. Посмотрю, пока сыворотка не перестанет капать. После того, как сыворотка стечет, зерно я перекладываю вместе с мешком в сырную форму. И отправляю под пресс весом 4,5-5 кг на 30 минут. Перед вами мой пружинный пресс. Второй пресс. Я заказал его уже для более крупных форм. Если кому интересно, где я покупал этот пресс, под видео есть описание. Там есть ссылка на группу ВКонтакте. Товарищ общительный сделает вам такой пресс, какой нужен именно вам. 30 минут прошло. Извлеку из формы сырный мешок. Дальше мне необходимо перевернуть сыр, прям в сырном мешке. Я не буду заморачиваться со сладками. Это вообще не принципиально, потому что потом мы его будем все равно резать. Форму опять под пресс с давлением на 5 кг на 4 часа. Прессование закончено. Осталось сыр вместе с мешком извлечь из формы. Далее, эту голову необходимо порезать, либо посмотрим, порвать на мелкие кусочки. Да, наверное, лучше я сейчас порву. Если сыр вы будете резать ножом на ровные сантиметровые кубики, я думаю, что времени уйдет раза в три больше. Я в этом рецепте сыр рову только руками. И настало самое время внести неодированную пищевую соль. У меня соль мелкая. Нужно хорошо вымесить, чтобы она равномерно распределилась между кусочками сыра. Чувствую, что снизу сыворотка начала опять выделяться благодаря соли. Думаю, что вымешивать достаточно. Количество соли я беру из расчета 10 литров молока, 1 столовая ложка соли. В форму обязательно вкладываю сырный мешок и в него плотно прижимаю зерно. Первое прессование весом 7,5 килограмм я буду делать 12 часов. Второе прессование после переворота весом 25 килограмм и тоже 12 часов. И третье прессование также после переворота весом 29 килограмм на сутки. Далее сыр помещаю в холодильник на температуру 11-12 градусов. Примерно на неделю переворачиваю каждый день, пока корочка не подсохнет. Когда корка уже высохнет, покрываю сыр в латекс. Это на хранение примерно до 3-4 месяцев. Если же вы решили сыр зреть до 2 лет, ну или там полгода, то, конечно, латекс здесь не подойдет. Можете сначала его покрыть в латекс, а потом пчелиный воск. Если воск нет, можете применить тканевый бандаж. Мы не будем ждать с вами 3-4 месяца. У меня есть уже голова, взревшая 3,5 месяца. Оставайтесь со мной. У меня прошло 3,5 месяца, а у вас всего лишь красивая обедка. Режем. Сыр твердый, резать его, конечно, лучше стоя. И проволочным ножом. И вот что получилось на срезе. Цвет среза сырной головы больше кремовый, чем желтый. Запах острого сыра. Зревого, скажем так, немолодого. Структура очень плотная. Я скажу вам, твердая. Ну и теперь можно отрезать кусок и попробовать. Что за сыр такой лангширский? Видите, он уже начинает ломаться. О как! Вот так. Как вы поняли, структура у него ломкая. Таким он и должен быть. Сыр совсем не пластичный. Пробую. Вкус насыщенный, немного кисловатый и острый. Присутствует легкое ореховое послевкусие. С этим сыром очень хорошо подойдет красное вино Пину Нуан. Каберне Савиньон. Сам Бог вилял. Пишерас. Я думаю, очень прекрасно подойдет к этому сыру. Ну что ж, друзья. Лангширский сыр получился неплохой. Ну, во всяком случае, именно такой, как был заявлен в описании. Могу смело вам его рекомендовать. Рецепт сыра совершенно несложный. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Всех люблю. Особенно русский язык. Берегите себя.